Я работал на канале «Культура» и немножко осознал, что занимаюсь не совсем тем дизайном, которые мне нравятся, а именно у меня был дизайн в качестве оформления, то есть какие-то красоты надо было делать. А так, в общем, я по-первых за математик, а по-второму художник график, мне все время хотелось перетянуть вот эту математику к тому, чем я занимаюсь. Ну, то есть очень было странно не использовать левые полушарии. Ну, практически не используется, хотя в дизайне на самом деле много где нужна логика и так далее. В общем, я делал вот эти вот всякие штуки сверху, это работы, которые были по работе, то есть такая текучка, как вот мне сейчас люди даже начали говорить, что нужно сделать так просто и понятно, чтобы были за три секунды шуми. То есть такие маленькие 600-пиксельные в ширину картиночки, в которых есть один заголовок и один какой-то уровень информации. Иногда там, счастье для меня, происходило там три уровня информации, и вот все время, когда была проблема, что, ну, после полутора лет до открытия инфографики для себя, это было, наверное, лет 8 назад или 7 с самого начала, вот, стало как-то относительно глупо, ну, ты все время занимаешься одним и тем же, то есть используешь площадную диаграмму, файн-чат и так далее. То есть ты уже понял, какие нужно выбирать эти аграммы, для чего, и дальше как-то интереса нет. Поэтому, собственно, появились вот такие проекты. Это по открытым данным, про формулу 1. Просто это первый попавшийся открытый данный. Просто мне хотелось рассказать некую историю, запихнуть туда друг другу, чтобы некое такое энциклопедическое знание находилось в одном развороте, потому что ты не получал всего лишь один вид информации, который обычно нужен. Вот. И, собственно, лекция у меня будет из 90-х слайдов. У вас сверху есть такой символ, для математики понятно, для гуманитаря зачастую выносящий мозг – это сумма. Сумма равна 90-го слайда, это действительно так, как 92. И они, ну, да, так как, во-первых, я дизайнер, поэтому я очень щепетивно отношусь к формированию собственной лекции. Вот. И, так как я рефоров, то, соответственно, лекция должна быть тоже в литографическом ключе. Соответственно, здесь я применил некое кодирование цвета, это очень важно. Соответственно, фоны, они разделичаются. То есть чёрная – какая-то некая теоретическая часть, красные слайды – это просто, чтобы вы видели, что я что-то умею делать руками. Вот. Это работа московских властей. И жёлтые – это всего лишь полтора слайда. Правда, они, на самом деле, появятся где-то после 70-го. Я очень надеюсь, вы до этого времени доживёте и все не забежитесь. Вот. Это действительно, правда, очень важные слайды, которые меняют, как раз так, мировоззрение. Вот. Дождитесь, они где-то после 70-го слайда. Их всего полтора. И четыре слайда – это про редактора, как очень важный элемент, потому что, да, в тезисе, в котором мы сегодня вас позвали, сказать, что инфографика – это не делает один человек. Это, в общем-то, на самом деле, командная работа. Но в команде должно быть только минимум два человека. Соответственно, предантор и дизайнер. На все руки мастер-дизайнер. Вот. Пойдём дальше. Я не знаю, кто тут был на лекции Вадима Рощневого, которая была у Мэй. Там, как обычно, Вадим сказал, «Ни одна лекция про форекс и начинается с перечёсовами народа. И вот эта работа». Соответственно, я тоже у вас спрашиваю, кто видел эту работу и знает про неё. А, не так и много. Ну, хорошо, тогда приостойте просто эту описи, потому что для меня это считается идеальной работой. Вот. Хотя здесь всего лишь не хватает легенды. И тогда она станет идеальной. А суть вот этой коричневой – это Наполеон шёл на Москву. Соответственно, из входных данных, у него был вилён войска, и он его кое-где расставлял, тетрем. Тут вот такие палочки, это сами интересные пункты. Тут ещё есть речки. Вот. И видно, что при переходе речек его войско в два раза уменьшалось, особенно когда он шёл назад. То есть чёрный цвет – это когда он уже отступал. Вот. И он очень хотел отступать по другому пути, но это чисто по-военному, да, если отступаешь по другому пути, то у тебя больше подавались. Если ты отступаешь там, где ты уже разорил, то, скорее всего, ты будешь, ну, очень голодно отступать. Соответственно, Наполеон, естественно, хотел отступать в другую сторону, но наши войска составили его отступать по тому пути, по которому он уступал. Вот. Соответственно, он ещё больше играл. И, соответственно, можно понять, что назад вернулся очень мало людей. Ну, совсем мало. Вот. Но это просто работа, она очень классная в плане того, что здесь ещё есть диаграмма температуры. Вот. Мало кто знает, но данная работа всем показывает, что, в принципе, Джосеф Миллер сделал её одной из последних, когда ему было уже 80 лет. А инфографикой, как таковой инфографикой, он начал заниматься, когда он стал 60. Ну, выйдя на пенсию, так сказать. Так сказать, неековую. Потому что ему показалось, что такой способ подачи информации очень классный. Вот. Вот. Если мы очень согласны, то вот этот слайд немножко неправильно про то, что, как сказать, википедия, никуда без неё, это отправная точка, а она даёт некое определение. То есть вот у нас в русской википедии не проверяют, но года четыре назад был такой инфографический способ подачи информации, данных и знаний. Вот. Только в английском добавляют скрытли и криви. Вот. На мой взгляд, это избыточная, потому что не всегда инфографика должна быть молниеносно понятна. Иногда, если слишком простые данные, да, как вот в маркере было, нужно их немножко усложнить или сделать так, чтобы человеку было приятно их раскопать. Вот. Главное, чтобы не сделать из этого квест. Вот. Эта инфографика, которая подразумевает квест, это ужас какой. Вот. Поехали дальше. Собственно, какие бывают основные инфографические носители? Это вот печатная штука, про которую сегодня как раз будет речь. Вот. Есть видеоинфографика, вот, и есть интерактивная инфографика, которая в компьютере, да. И я чисто умозрительно посчитал, что сложность произведения ее. Вот. Она примерно такая, да. То есть, печатная статично достаточно относительно просто, потому что ты получаешь картинку, и тебе все понятно. Вот. У картинки есть неоскоримый плюс относительно всех вот этих носителей. Ты берешь, да, разворот. Кстати, я взял парочку разворотов. Поша, можешь просто раздать, придам? Вот. Тут три работы, а все три замечательные. Ну, единственная просьба ее не утаскивать, это уже немножко раритет. У меня есть, правда, другие, вот, газеты уже пожелтели. Вы прямо не бойтесь разворачивать их. Это просто, чтобы на самом начали понимать, как эти работы, которые я буду показывать, были в размер, да, и какие ограничения есть по бумаге и по печати. Собственно, неоскоримый плюс бумаги есть в том, что ты можешь смотреть на работу, да, вот так вот, взглядом орла, не читая, а просто воспринимая ее как большую, ну, как картину, да. А потом, если тебе что-то записывало, ты просто приближаешь на место и начинаешь его читать. Вот. И там есть определенный способ, как манипулировать ваше внимание. Вот, то есть, вот работа, в которой я создал, там везде есть такие вау-эффекты, выживающие вещи, на которые вы начинаете обращать внимание, а потом начинаете читать определенную последовательность. Вот. А с видеоинфографикой, соответственно, что получается. Скорее всего, вы можете видео воспринимать последовательно от начала к концу, да, и, скорее всего, вам будет так же тяжело, как посмотреть кино с конца от начала, да. Вряд ли вы сможете пойти о чем кино. Я не знаю, когда они проводят такие эксперименты. В общем, в видео есть ограничение в том, что тебе нужно все время держать человека во внимании, да, и у тебя история, получается, из точки А в точку Б, но с начала в конец. Вот. И совсем сложная штука – это интерактивная вещь, потому что ты не можешь здесь, грубо говоря, заставить человека, ну, там, смотреть телек, да, или видеоролик, да, и не позволять ему, так сказать, отвлекаться, да. В интерактивной штуке он очень легко может сбежать, да, то есть пришедшее сообщение в Facebook или пришедшее email, и он сразу убегает и теряет, где он находился. Поэтому если бы мы еще создали кучу проблем по непонятному интерфейсу, скорее всего, он увидит то, чего мы сделали, да. Очень часто так бывает, что куча работы дизайнера, там, по отрисовке трехмерных устройств Титаника оказывается в поп-апе на среде одной из шестнадцатых поп-апчиков в схеме там Титаника, а там вот целое машинное отделение, которое там трехмерщики делали два месяца. В общем, так нельзя поступать с информацией, со своими ресурсами. Вот. Это я к тому, что, да, когда делаешь интерактив, это очень много времени уходится на то, чтобы его проанализировать, как человек будет взаимодействовать, потому что это, в основном, взаимодействие с человеком интерфейс. В этом не есть сложность. Благо у меня теперь есть опыт и в эту область, а раньше это было свое ощущение, что туда было прикольно двигаться. Вот. И, собственно, про виды визуализации, какие они бывают. Вот я попытался вы пилить все и фотографировать, какие бывают способы визуализации. Вот у меня что-то получилось. Простите. Я буду периодически пить. Это, в общем, мое топливо, чтобы им было говорить. Соответственно, дальше. С нашими друзьями, не могу сказать партнерами, но с нашими друзьями, инфограферами, у них вот была такая схема. Естественно, мы не могли взять ее схему, поэтому я немножко передизайнерил, чтобы она была красивой. А дальше немножко доработали, потому что у ребят не было таймлайнчиков. То есть у него были все виды информации. А у нас таймлайн очень часто доработали ребятами и поделились обратно. А, собственно, вот в этом слайде, что очень важно, здесь есть вот легенда справа. Вот я пошел. Вот. Просто все вот эти способы визуализации. Вот серенькие, в отличие от того, что можно сделать в Excel. Соответственно, любой человек, у которого есть Excel, может уже начинать производить инфраграфику. Вот. Соответственно, вот черненькие – это те вещи, которые, скорее всего, можно делать ручку. Они какие-то специализированы в программе. А вот желтые, в общем, сложные штуки. Ну, на самом деле, за время уже прошло. И вот такие вот вещи, такие вот вещи уже есть определенные инструменты, которые делают. Ну, и, соответственно, по опыту нашей работы, да, получилось так, что вот видели, какая сложная схема. И кажется, что быть дизайном инфографом – это очень сложно. Нужно вот такую таблицу нажима держать в голове, разбираться, для чего какой способ визуализации подходит. Но на практике на самом все проще. А нужно разбираться вот в этих десяти способах. То есть, это инстаграмма, процентный инстаграмм, пайчат, график обычный, график. Вот. Эклокарта, площадная штука, таймлайн и та же самая инстаграмма. Ну, на самом деле, все называли расчески там очень похожи вверх, да, и вризонтальной или вертикальной. Вот, на самом деле, в чем большая разница между вризонтальной и вертикальной. Если у вас большие названия, то, скорее всего, вот такую, очень будет тяжело подписать, потому что под каждый столбик там останется место, но на одно слово. Вот. А если там, не дай бог, написаны экономические составляющие там какой-нибудь там компании такой-то, да, и еще что-то, да, то гораздо лучше вот так повернуть, и получается очень много места. То есть, в длину строки есть возможность подписать все это. Но те дизайнеры, которые практикуют, я здесь парочку таких вижу, они, естественно, тоже знают. Для тех, кто из другой области, да, скорее всего, да, это будет полезной информацией. Собственно, и что получается? На самом деле, вот, да, нам удавалось практически 92-95 процентов информации попрыть вот даже вот этими 10-ю способами. Вот даже в какой-то момент за них и спорт взяли себе, и используя вообще 4 типов информации. Есть это пайчарт, площадную, гистограмму и таймлайн. Вот. И обходили с этим. Вот. Единственная проблема в том, что потом редакция прибежала к нам и сказала, что вы творите, прекратите, мы не можем больше видеть эти графики, они нам надоели. Вот. Такие, а-а-а, супер, вот, то, что мы убивались. Вот. И, да, это такая, скажем, вот разворот с кучей инфографики. Вот. И, по сути, да, задача, которая была поставлена перед моим отделом, она решила разворачивать очень много инфографики, которая позволяет экономический, очень скучный текст, писаный, вот, я уже забыл, как зовут эту женщину, она прекрасна, она писала даже экономический текст, очень классно. Вот. И когда это вместе с графиками, это очень классно и понятно. Вот. Но почему-то, когда смотришь на такой разворот, становится как-то очень уныло, потому что у тебя есть какая-то информация, ты посмотрел рисунок 1, посмотрел рисунок 2. И, в общем, дело заключается в том, что зачастую это, как бы, и читать, и умирать, смотреть, да. Мы даже проводили определенные тесты, делали какие-нибудь рейтинги слева, и какой-нибудь там, недавно появился термин «hard-инфографика», когда в ней заложена некотронтургия, вот, справа, да, люди очень быстро просматривали вот такую, да, вещь, а когда их что-то привлекало внимание, да, когда там есть некая иллюстрация, которая практически не относится к инфографике никак, вот, да, это очень привлекает, да, это становится точкой входа, да, такой вау-эффект достигается, человек начинает изучать, что вокруг действует. Ну, пойдем дальше. Собственно, да, опять же, при помощи инфографера, а инфографер для помощи какого-то испанца, историю уже забыла его, вот, конечно, я тут что подработал самостоятельно, у меня появился верхушечка, да, давайте пойдем сначала, то есть снизу, вот, у меня тут такая елочка, да, получилась, это, в общем, объем информации, да, и мы, собственно, можем визуализировать большие данные, и это просто очень много данных, на которые человек уже не способен сам ручку перебрать. Соответственно, мы их скармливаем компьютером, а компьютер визуализирует это крайне самым простым способом, да, потому что когда объем данных очень большой, нужно использовать самые простые и низменные способы визуализации, если по цепи, площадка, диаграмма, там, размер шариков, вот, и вот все пиктуралы практически про шарики и цвета, вот, дальше, собственно, идет, что, визуализация данных, да, то есть, то, что, вот, мы зачастую имеем там выборы, опрос акциома, какие-то, годовые отчеты, орбитологические исследования, вот, это визуализация неких данных, да, есть и эта табличка, есть отношения, цифр, вот, вот, и мы получаем те графики, которые, собственно, видели, да, вот, и, собственно, можно рассказывать информацию, да, это не всегда данные, информация не всегда, да, как сказать, можно посчитать, да, но это все-таки информация, и дальше, собственно, есть визуализация некого знания, и это уже, знаете, когда ты достиг некого такого цена, и ты уже просто можно рисовать некий скетч, и это будет понятно, вот, но для этого твое окружение, да, там, партнеры должны реально разбираться в этом, да, и вот следующее, я, нужно ставить прикол, поставил визуализацию мудрости, да, ну, это если там какая-то, если кто-то занимается в религии, ну, как бы, да, можно как-нибудь там гибро-визуализировать, да, ну, очень просто, но это очень крутые уровни, мы туда не полезем, вот, для нас стояла достаточно простая задача, как перейти от визуализации данных, разворот, который я вам показывал, визуализация информации, чтобы это было еще интересно читателям, да, чтобы он туда привлекался, чтобы его, как сказать, поймав туда, да, он не разочаровался и прочитывал все вокруг, вот, собственно, как это сделать, вот, а... и прочитывал все вокруг. Аминь. Аминь.